Спорт В молодежке можно выступать до 21 года, а гулять после 21 часа. 9 вечера в Москве. Судья Александр Лапшин, здравствуйте. Главная тема к этому моменту. КПРФ выдвинет кандидатом в президенты беспартийного. Совладелец промсвязь банка покинул Россию. ФИФА изучает данные по поводу допинга в России. Далее подробности. Пленум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост кандидатов в президенты, сообщили РБК, источники в партии. Эту кандидатуру предложил лично лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Завтра съезд партии тайным голосованием утвердит кандидата от КПРФ. Кандидатура Грудинина единственная. На данный момент он беспартийный. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Москву возложил цветы на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Ранее Джонсон заявил, что Британия надеется на улучшение двусторонних отношений с Россией. По его словам, на данный момент в отношениях Москвы и Лондона есть сложности. Британия хотела бы добиться также увеличения экспорта в Россию. Сейчас она экспортирует товаров на 5 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Джонсон заявил по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это был первый за последние пять лет визит главы британского МИДа в нашу страну. Совладелец промсвязь банка Дмитрий Ананьев покинул Россию. Об этом агентство Интерфакс сообщило анонимный источник на рынке. Банк России тем временем готовит обращение в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, которые имеют признаки незаконных действий менеджмента промсвязь банка. Об этом сообщил зампред регулятора Василий Поздышев. Центробанк уличил промсвязь банк в уничтожении кредитных досье на 109 миллиардов рублей. Неделю назад Банк России объявила санации промсвязь банка, которая занимает девятое место по увеличению активов в России. Кредитная организация будет санироваться за счет средств фонда консолидации банковского сектора. Предварительно регулятор оценил потребность в докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей. Следующий блок показов балета «Нуреев» в Большом театре состоится в июне 2018 года, а не в мае. Как сообщалось ранее, об этом заявил РБК гендиректор Большого театра Владимир Урин. По его словам, он ошибся. В мае Нуреева не покажут, потому что театр будет на гастролях Китая и Кореи. Поэтому спектакль будет в конце сезона в июне. Урин также добавил, что те даты показов уже определены. Предпродажа начнется за три месяца. Автор либретто, режиссер и сценограф спектакля Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества. FIFA изучает данные отвада по поводу допинга в России, после чего свяжется с РФС. FIFA рассчитывает как можно скорее поставить точку в расследовании в отношении ряда российских футболистов, которые подозреваются в применении допинга. Напомню, что информатор ВАДа Григорий Родченков отмечал, что у него якобы есть доказательства нарушений с их стороны. Далее курс валют. По данным Центробанка, официальный курс доллара на завтра снижен. 58 рублей 32 копейки. Дешевеет и евро 69 рублей 13 копеек. На этом пока у меня все с новостями. Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. Далее о погоде в российской столице. Сейчас в городе минус 4 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают ближайшей ночью и завтра днем пасмурную погоду. Возможны небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха будет понижаться ночью и утром минус 7 градусов. Но уже завтра днем минус 4. И в воскресенье до минус 1 градуса ожидается сильный снег. Топспорт на Спорт.фм. Я ведущий Алексей Золь. У нас гостевой час. И сегодня в гостях у нас представители мини-футбольного Спартака. Вице-президент клуба Игорь Снежницкий. Здравствуйте. Добрый вечер. И футболист этой команды Анатолий Бадридинов. Толя, приветствую. Вечер добрый. Да, несколько непривычно было в самом начале этого сезона. Анатолий Бадридинов видеть в составе Спартака. Толя, как ты себя чувствуешь вообще в Спартаке? Как тебе играется? Ну, все отлично. Я думаю, что со своей стороны... Хочу сказать, что, к сожалению, Динамо распалась. Мы потеряли мини-футбольный клуб. Но я думаю, что Спартак, возможно, заменит его на международной арене и в Суперлегии. В ближайшем будущем. Когда, Игорь? Когда? Я очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем сезоне. Так, интересно. Планы амбициозные, да? Уже интересно, расскажите немножко о текущей ситуации в чемпионате и как дальше будет развиваться ситуация, как вы думаете? Ко мне вопрос. Конечно, Игорь Снежницкому. Идем пока на первом месте. Собственно говоря, для нас привычное место в высшей лиге. Идем уверенно. У нас есть... Мы видим конкурентов. Они должны видеть ваш номер. В любом случае, мы понимаем, с кем нам бороться. И представляем, кто будет нашими соперниками в плей-офф. И в том числе, наверное, будем укреплять наш состав. Потому что враг не дремлет. Он тоже постарается усилить состав, чтобы конкурировать с нами на равных, как минимум. Задача поставлена в начале сезона абсолютно понятна. Ясная. Выиграть чемпионат высшей лиги. И уже наконец-то перейти выступать в Суперлигу. То ли объективная задача? Да, конечно. Сейчас подобрался достаточно неплохой состав. Очень амбициозный. Сплав опыта и молодости. То есть, я думаю, что задача под силу. И, в принципе, изначально, когда переговоры шли, о моем переходе в Спартак, была основная задача, что надо выиграть высшей лиги и выйти в Суперлигу. Это кто такую задачу ставил? Руководство. Ну и у меня личные амбиции были в том числе. Хорошо. А вот как состав качественной высшей лиги сам по себе для тебя? Человека, поигравшему, на международном уровне много. Ну, сказать, что очень, так сказать, высокий, может быть, будет неправильно. Да, в Спартаке подобраны очень хорошие игроки. Кто-то поиграл в Суперлиге, кто-то очень хорошо зарекомендовал себя в высшей лиге. Но, в принципе, в целом уровень игроков в высшей лиге достаточно, ну, недостаточно, средний и достаточно слабый по сравнению с Суперлигой, конечно. И как же тогда Спартак будет смотреться в Суперлиге? Ну, Спартака самый главный конкурент — это мы сами. То есть нам нельзя самим себе проиграть. Это основная проблема. То есть, потому что мы выходим на матч в первые 2-3 смены, мы забиваем 3-4 гола, потом сбрасываем обороты и начинается вот эта вот борьба с самим собой. Побеждаете? Пока да. Пока да. Пока да. Но зато очень красивый футбол, большое количество голов и болельщикам очень нравится. Трибуны заполнены. Это, мне кажется, самое главное, потому что мы играем для них. Игорь Снежницкий, вопрос к вице-президенту клуба. Игорь, ну, клуб переехал в Люберцы. Да, так и есть. И насколько вот вам нравится играть там, и что бы вы хотели в этой ситуации изменить? Изменить я, в первую очередь, хотел бы отношение горожан к спорту в целом. Потому что за то время, когда оттуда, из этого города ушел профессиональный спорт в лице баскетбольного клуба «Триумф», как мне показалось, город забыл о большом спорте. Вот сейчас мы пытаемся этот восполнить пробел, делаем все возможное для этого. Зритель нам отвечает взаимностью, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. В начале сезона, когда мы делали и выставочный матч с ЦСКА, на нашу игру пришло около 2000 болельщиков. Да, побольше даже было, я был на этой игре. Ну, это было действительно здорово. Сейчас примерно выровнялось количество зрителей, оно где-то около 1000, 800-1000 приходит, к сожалению. Но мы делаем необходимые и выводы для себя, и шаги по параллелизации нашей команды, и вида спорта в целом в этом регионе. Ну, я думаю, у нас все получится. Нет, а насколько вот активно идет работа с болельщиками, которые в Люберцах? Я думаю, что многие просто даже не знают, что Спартак там играет. Вы знаете, ну, мы пользуемся и рыночными возможностями, которые предлагаются, и билбордой, и администрация города неплохо нам помогает в этом. В том числе и мы работаем и локально, и в социальных сетях Люберецких, и со школами, и со спорткомитетом. Рано или поздно это даст свои плоды, и мы очень надеемся, что сейчас в перерыв, в большую паузу трехмесячного в РФПЛ, как это обычно бывает в нашей практике, и посещаемость наших игр возрастет, и вот здесь мы должны уже будем удерживать нашего болельщика. В первую очередь мы ориентируемся на семью, на детей, чтобы дети приглашали своих родителей к нам на игры. Для нас это очень важно. Поговорим об этом, несомненно. Да, я напоминаю, что у нас в гостях вице-президент пенефутбольного Спартака Игорь Снежницкий и игрок от команды Анатолий Бодридинов. Вот у вас в команде в свое время, когда вы еще в Кунцево играли, играл Дроздов. Был. А сейчас есть он, нет? Нету. Ну вот, а со мной по-прежнему работает Дроздов, зовут его Артем. Да, это мой коллега, не знаю, сейчас слушает он или нет, если слушает. Привет ему большой. Он живет в Люберцах. Так. И он с удовольствием со своим ребенком, пусть пока еще не очень большим, собирался ходить на мини-футбол. Одну игру он посетил. Но он сказал, что абсолютно недостаточно той рекламы, которую Спартак делает. Да, он случайно на каком-то магазине увидел там небольшое объявление и на игру пришел. Ну, благо у Дроздова есть я, который всегда знает, когда играет мини-футбольный Спартак. Но есть еще много Дроздовых и недроздовых, у которых Золина рядом нет. Действительно, есть такой пробел. Но здесь поймите, город Люберцы совершенно не маленькая локация. Это огромный город и довольно-таки сложно при имеющихся ресурсах, инструментах. И те, которые и за деньги, и которые бесплатно при помощи исполнительной власти мы продвигаем. Довольно-таки сложно достучаться. Где-то мы сделали ошибки, действительно. Но мы их увидели, мы их сейчас исправляем. И вот надеюсь, что тенденция по привлечению болельщиков к нам на трибуны, она продолжится. Анатолий, как болеют? Отлично, просто феноменально. Если честно говоря, я всю свою карьеру такого не видел. Мы в каждом выезде примерно по 20-30-40 болельщиков приходят, как дома. То есть, ну, болельщики просто, респект им и уважение. Спасибо большое. Хорошо. Продолжаем. Например, Игорь Снежницкий и Анатолий Бодрядинов, представитель мини-футбольного «Спартака». Сегодня у нас в студии в программе «Топспорт». Давайте переключаться. Игорь, вы упомянули работу со школами. Я, насколько помню, «Спартак» давно начал эту работу. Я имею в виду со школами общеобразовательными. И что-то получилось из этого? Нет, не получилось. Но то есть объективные причины, независимые от нас характера. Действительно, у нас было желание войти в образовательные школы. Там, значит, открытие филиала нашей академии по мини-футболу «Спартак». Пока не выходит. Есть небольшие законодательные препоны. И мы ушли в сторону физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных комплексов. И там сейчас развиваем это направление. Пока успешно. Не теми темпами, которые хотелось бы изначально, конечно. Немного были завышены ожидания. Но и столкнулись с небольшими сложностями, которые теперь преодолели. И уже сейчас в рамках развития нашей академии у нас есть несколько открытых и успешно действующих филиалов. Ну да. Это понятно, что правила есть. И так далее. Но мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, у нас вице-президент мини-футбольного «Спартака» Игорь Снежницкий и футболист мини-футбольного «Спартака» Анатолий Бодридинов. У нас новости спорта с Марией Терской. Маша, что интересно в мире спорта. Давайте начнем с баскетбола. Итак, в рамках Евролиги московский ЦСКА встречается с подмосковными «Химками». Только что завершилась третья четверть. И в итоге ЦСКА впереди со счетом 49-44. Точнее, прошу прощения, началась, конечно же, не завершилась она еще. 49-44. ЦСКА впереди и параллельный матч Евролиги. Там встречаются Анатолу и Фесса и греческий Олимпиакос. Турки уступают со счетом 25-33. Только что завершились два матча в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Здесь московская «Динамо» нанесло поражение кировской родине. Эта встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу белоголубых, соответственно. Красногорский «Зоркий» на своей арене нанес поражение архангельскому воднику. Эта встреча завершилась со счетом 5-2. И чуть ранее Нижегородский старт обыграл «Строитель» 5-1. Тем временем защитник Оскар Бартулис, который расторг контракт с «Адмиралом», продолжит карьеру в московском хоккейном клубе «Динамо». Он выступал за команду из Владивостока сезона 2015-2016, был капитаном этого клуба и в текущем регулярном чемпионате принял участие в 32 матчей, набрав 5 очков по системе «Гол плюс пас». Ну и напомню, пожалуй, основную новость пятницы. К сожалению, не очень радостную, я бы даже сказала, очень печальную. России лишилось 13 медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи после того, как Международный Олимпийский комитет рассмотрел все 46 дел в отношении наших спортсменов, которые были открыты после перепроверки допинг-проб Сочинской Олимпиады и таким образом МОК признал 43 российских спортсмена, которые участвовали там, виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты. Туда попали экипажи вопс-листа Александра Зубкова, здесь мы потеряли золото, также золото лыжник Александр Легкова в гонке на 50 километров и скелетонист Александр Третьяков. Серебра лишились женской сборной России по биатлону в эстафете, биатлонистка Ольга Велухина в индивидуальном спринте, а также конькобежка Ольга Фаткулина, лыжник Максим Валикжанин, российские лыжники в мужской эстафете и командном мужском спринте, саночник Альберта Демченко и команда России по санному спорту, ну и одной бронзовой наградой лишена скелетонистка Елена Никитина. Приятно лишь то, что в мужском лыжном марафоне после дезаквалификации Легкова и Валикжанина золото должно перейти россиянину Илье Черноусову. Спасибо, Мария. Продолжаем наш гостевой эфир программы ТОП-СПОРТ. В гостях у нас вице-президент пинифутбольного клуба «Спартак Москва» Игорь Снежницкий и капитан минифутбольного «Спартака» Анатолий Бодридинов. Выяснилось по ходу эфира, что Анатолий удостоен звания капитан «Спартака». Да, смеемся, конечно, это шутка. Но мы, собственно, продолжим сейчас разговор. Мы стали говорить про школы. Игорь, насколько вы задействуете игроков для популяризации и минифутбола, и минифутбольного «Спартака» в самих каких-то школах, мероприятиях клубных и так далее? Ну, так что вы понимали, игроки сказали про руководство. Ну, хватит уже. Ну, то очень много вы нас используете. Действительно, у нас проходит очень много мастер-классов, где мы просим игроков принимать, естественно, участие. Ребята, естественно, откликаются. Довольно-таки интересные мероприятия. Но в тренировочном процессе не всегда удается найти такое время. И тренер попросил нас, давайте, ребят, небольшую паузу нам дадите. У нас сейчас ответственный отрезок. Предновогодний много игр. А будут безответственные отрезки? Отрезки? Ну, сейчас будет у всех безответственный отрезок предновогодний-новогодний, чего всем желаю отнестись к этому празднику безответственно. Анатолий, насколько вас загрузили общественные работы? На самом деле это... Ну, это не общественная работа, это работа. Это приятная работа, потому что, помимо того, что мы играем для болельщиков, вообще приятно, когда твои знания впитывают дети и, возможно, у них есть почерпнуть твои знания и вырасти хорошего футболиста. То есть это дорогого стоит. Да, часто приходится бывать там и в школах, мероприятиях, еще где-то. Да, ребята часто ездили, и на самом деле серьезная нагрузка. Но, опять же, хочу сказать, что, в принципе, в игровом моменте это нам не мешало лишь только потому, что очень хорошая команда подобралась, мастеровитая для высшей лиги, и, в принципе, с трудностями мы легко справились. Толь, скажи, пожалуйста, вот ты поработал с разными тренерами, в том числе и с иностранными, да? Как тебе сейчас тренировочный процесс в «Спартаке»? Достаточно хорошо выстроен, хороший специалист, работает, поэтому, в принципе, проблем никаких я не вижу. Единственное, что момент был, мы сначала сейчас переехали на новую базу, да, в Братеево. Раньше тренировались в Кунцево, то есть, может быть, некоторые нюансы были связаны с этим. В Кунцево не было тренажерного зала, а сейчас, в принципе, все идеально. Вопрос Игорю Снежнецкому. С чем связан был переезд в Братеево? Действительно, вопрос стоял инфраструктурный, это мой любимый вопрос в мини-футболе, да? Один из, да, я думаю. И ФОК Братеево отвечает всем нашим требованиям, там действительно прекрасный, отремонтированный спортивный зал, и зал с тренажерами, и большие раздевалки, массажный кабинет, ну, в общем, есть все, есть хороший плацдарм для тренировочного процесса, в том числе мы, как бы, засматриваем все на Суперлигу, и отсюда, отсюда можно начинать. Инфраструктурный процесс, вы об этом говорили, но вот что мне удалось посмотреть, да, замечательный дворец в Люберцах, огромное количество возможностей, да, в том числе для родителей с детьми, там, можно продавать соки, пирожки, все что угодно, на этом даже зарабатывать какие-то деньги. Но вот я смотрю еще с точки зрения журналиста на это все, да, и смотрю, но на таком паркете не очень хорошо показывать мини-футбол. Знаете, есть, у нас мечта сделать очень красивую картинку, но вы о ней знаете, и мы прилагаем все усилия, чтобы ее сделать, и в том числе, когда мы искали инфраструктуру, подходящую для этого дела, очень важно было, что напротив камер были не голые стены, или там реклама, или витражные окна, а обязательно, чтобы это были трибуны с болельщиками. Такой зал мы нашли в Триумфе, ну, это действительно огромный дворец современный, но есть, да, проблема в том, что устаревший паркет, там, потертый, почти все, наверное, возможные разметки под виды спорта, там, на нем нанесены. Мы сейчас ведем переговоры с дворцем спорта, чтобы заменить этот паркет, потому что это очень крайне необходимо, это требования регламентные, в том числе, и телевидение. Болельщик должен понимать, в каких границах играет спортсмен по телевизору, я имею в виду болельщик. Это очень важно, и в том числе мы хотим, чтобы он действительно, кто же был и брендированный местами где-то для нашей команды. Качество картинки – это то, за что мы боремся сейчас в первую очередь. Но это к Люберцам вопрос. Это вопрос ко всем, на самом деле. То есть и к вам тоже? И к нам тоже, да, потому что, если у вас есть такое желание, допустим, нам могут оппоненты сказать, ну, вопросов нет, купите, стелите. У меня есть желание либо смотреть, либо не смотреть вот это все. Ну, это проблема, мне кажется, всего нашего мини-футбола, да, то есть мы можем говорить о большом желании руководства клуба, но давайте посмотрим на общую картинку мини-футбола. Давайте посмотрим. Она отвратительно. Давайте посмотрим. Вид спорта умирает? Я думаю, да. Вид спорта держится на энтузиастах. Хорошо. Вот два энтузиаста, я так понимаю, у меня в студии сейчас находятся, в том числе в гостях. Сегодня, напоминаю, что вице-президент «Спартака» Игорь Снежницкий и капитан мини-футбольного клуба «Спартак» Анатолий Бадриддинов. Да, ну, смотрите, ну, вот... Ну, смотрите, Дина... Да, да, нет, давайте помечтаем. Динамо нет. Нет, давайте помечтаем. Вот вернемся к вопросу, который сейчас обозначили про инфраструктуру. Давайте помечтаем. Есть мечта определенная и у меня лично, и у тех людей, которые поддерживают наш клуб, чтобы был свой зал большой, красивый, инфраструктурный для игровых видов спорта. Я примерно даже знаю площадку, где она мог бы быть построена, рядом со Спартаковской площадью, кстати, возле метро Баумска. Даже когда-то был поднят вопрос перед мэром. Мэр, кстати, сочел эту идею очень здравой, дал поручение разобраться. В общем, в итоге, по идее, должно было бы произойти так. Пока этого не происходит. И идея состояла в том, чтобы построить там действительно достойный современный дворец спорта, куда бы мог бы переехать и мини-футбольный «Спартак», и со второй командой, и с академией детской. В том числе, туда могли бы переехать и гандбольный «Спартак», который в этом году возродился, и волейбольный «Спартак», который можно тоже, собственно говоря, на высокий уровень поднять, и другие виды спорта, которые могут играть в залах. И современные условия даже позволяют менять очень оперативно паркет под это дело. И картинка не будет страдать. Ну, это вот пока такая у нас мечта. Такой инфраструктуры нет. Ну, хорошо. Анатолий сказал, вид спорта умирает. Да. Но как нет? Ну, так хорошо, да. Чемпион, ну, опять же, абстрагируюсь. «Динамо» — двукратный подряд чемпион России по мини-футболу, да. Его сейчас нету. «Динамо» — нет. «ЦСКА» — нет. «ЦСКА» — нет. Это топовые клубы, которые были в мини-футболе. «Дина» есть? Нет? Ну, тяжело назвать. «Почти нет». Тяжело назвать, да, это. Поэтому единственная команда, которая представляет Москву сейчас, ну, высшей лиги, да, в мини-футболе — это «Спартак». То есть это, ну, это, на мой, на мой век мини-футболе, ну, они принимают в Московской области. На мой век, когда лет десять назад мы пытались, это было как минимум шесть команд. Пять-шесть команд, которые были в Москве. Сейчас осталась одна. Это печально. Что с этим делать? Ну, это нам хотите задать вопрос? Да. Не, мы знаем, что делать с нашим клубом. Знаем, да, что делать с нашим клубом. Нам его надо развивать. Мы боремся за то, чтобы привлекать инвесторов. Боремся какими методами? Мы не ходим, не глянчим. Мы работаем над нашим продуктом. Мы работаем над его упаковкой. Мы работаем над информированием, над маркетингом. Мы идем рыночным способом. Честным рыночным способом. Тем, которым и должен идти цивилизованный профессиональный клуб. Хорошо это получается или плохо, это другое дело. На мой взгляд, пока не очень хорошо, если мы играем не в Суперлиге. Но, по крайней мере, я хочу заверить всех наших болельщиков, мы очень стараемся это делать и делаем это искренне. И где-то даже, как бы так сказать, где-то превышая свои возможности. Спасибо большое, Алексей. Ну, это моя работа. Я напоминаю, что в гостях сегодня в программе ТОП-спорт замечательные представители мини-футбольного Спартака, вице-президент этого клуба Игорь Снежницкий и капитан мини-футбольного Спартака Анатолий Бодридинов. Во второй части программы, да, вот сразу после выпуска новостей, в большей степени речь пойдет об академии мини-футбольного Спартака. А такая, оказывается, уже тоже есть. И очень интересно будет узнать, откуда черпаются ресурсы, также силы и для чего все это делается, если вид спорта умирающий. Да, поэтому не пропустите. Буквально через несколько минут, как я и говорю, после выпуска новостей, мы продолжим наш разговор о мини-футболе в целом и о Спартаке в частности. Реклама. Зажигательный, танцевальный ночной диско-клуб Ленинград поздравляет всех с наступающим Новым Годом и приглашает вас отметить новогоднюю корпоративную вечеринку в атмосфере праздника и веселья. Ленинград. Ресторан, караоке, диско-клуб. Ленинградский проспект, 24А, 18+. Представьте, что появился восьмой день. День, когда вы управляете Мазерати. Мазерати. День, когда вы в предвкушении приключений скорости. День, когда все позволено и открыты все дороги. Создайте свой восьмой день сегодня вместе с Леванте, первым внедорожником Мазерати. Ваш Мазерати Леванте от 5 миллионов 300 тысяч рублей. Выберите дилера на сайте maserati.ru Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64 Код Москвы 495 Сто лет в истории спорта на «Спорт.ФМ» 1949 год. Американский самолет Б-50 совершает первый беспосадочный перелет вокруг света. Астроном Фред Хойл впервые формулирует теорию Большого взрыва. В советском Азербайджане создана первая в мире морская нефтяная платформа. А в это время. Американская промышленность совершает переориентирование с военной продукцией на мирную. Возобновляется производство легких автомобилей. На создание спортивных моделей рук пока не хватает. Но азарту американцев в крови. И гоняться они хотят любой ценой. Так зарождается идея гоночной серии, в которой будут участвовать только серийные автомобили. Первый свод правил был создан группой спортсменов во главе с Биллом Франсом прямо во время веселой посиделки в баре и записан на салфетках. В 1949 году были проведены 10 гонок. Чемпионами страны стали пилот Рэд Байрон и его олдсмобиль 88-й модели. Точно такой же, как в любом автосалоне. Слушай каждый день истории спорта. Новости. Страна. Мир. Спорт. 21.30 в Москве. В студии Александр Лапшин. Здравствуйте. Главная тема к этому моменту. Против Северной Кореи ввели новые международные санкции. Российские ученые раскритиковали директора ФСБ. ФИФА изучает данные ВАДа по поводу допинга в России. Далее подробности. Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи. В частности, введены ограничения на поставки в КНДР нефти и продуктов ее переработки. Также Совбез потребовал от стран ООН в течение года выслать северокорейских рабочих. Напомню, что Пхеньян нарушает предписание мирового сообщества, развивая собственную ядерную программу. Академики и члены корреспонденты РАН написали открытое письмо с критикой. Интервью директора ФСБ Александра Бортникова, которую он дал российской газете накануне Дня работника органов безопасности, пишет коммерсант. По мнению ученых, Бортников оправдывает сталинские репрессии и не упомянул о многочисленных жертвах репрессий среди простых граждан. В письме ученые напоминают, какое огромное количество их коллег было уничтожено и призывают общественность присоединиться к их беспокойству. Вещество, которое распыляли на полигоне Кучино в Балашихе, чтобы устранить неприятный запах, оказалось реагентом французского производства, который нейтрализует запах. Как пишет РБК, в идеале при обработке поверхности запаха не будет в течение пяти дней, а здесь этого не получается сделать. Действующие с 1964 года полигон Кучино закрыли 23 июня после жалобы жителей Балашихи на прямой линии Владимира Путина. В декабре специалисты Росгидромета обнаружили превышение концентрации сероводорода, меркоптана и вредных примесей на полигоне и назвали его источником неприятного запаха в столице, на который жители Москвы жаловались в начале декабря. Информацию об этом подтвердил и Роспотребнадзор. В испанском городе Алькало-де-Энарес произошла авария на железнодорожной станции. Травмы получил 41 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Поезд врезался в заграждение на станции в конце путей, по предварительной версии не сработала система торможения. В момент столкновения состав шел на низкой скорости. Следующий блок показов балета «Нуреев» в Большом театре состоится в июне будущего года, а не в мае. Как сообщалось ранее, об этом РБК заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин. По его словам, ранее он ошибся, в мае Нуреева не покажут, так как театр будет на гастролях Китая и Корея, поэтому спектакль будет в конце сезона в июне. Даты показов уже определены, а предпродажи начнется за три месяца. Автор либретто, режиссер и сценограф спектакля Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества. FIFA изучает данные от ВАДА по поводу допинга в России, после чего свяжется с Российским футбольным союзом. FIFA рассчитывает как можно скорее поставить точку в расследовании в отношении ряда российских футболистов, которые подозреваются в применении допинга, учитывая приближение чемпионата мира в России. Информатор ВАДА Григорий Родченков отмечал ранее, что у него якобы есть доказательства нарушений с их стороны. Далее курс валют. По данным Центробанка, официальный курс американского доллара на предстоящие выходные понедельник снижен. 58 рублей 32 копейки. Евро также дешевеет. 69 рублей 13 копеек. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о трафике в Москве. Два балла. Дороги почти свободны. За минувший час загруженность дорог уменьшилась наполовину, сообщает Яндекс.Пробки. Ситуация на Кольцах МКАД. Один балл. Трешка три. Садовая внутренняя три. Внешняя пять. Бульварная внутренняя четыре. Внешняя шесть баллов. Крупнейшие заторы. Шоссе энтузиастов. Горьковское шоссе от Леоновского до Восточного шоссе. Здесь проведете час. Там авария, фура и лада. Большая Серпуховская от улицы Павла Андреева до Серпуховской площади. Здесь проведете 55 минут. Программа ТОП-СПОРТ на Спорт.ФМ. Я ведущий Алексей Золин. У нас сегодня гостевой эфир. И в гостях представитель мини-футбольного клуба «Спартак». Вице-президент клуба Игорь Снежницкий и капитан «Спартака» Анатолий Бодридинов. Мы сейчас так серьезно подискутировали о мини-футболе в стране. А как сборная? Наша страна, Игорь. Сборная, наверное, просит. Спрашивайте Анатолия про сборную. Анатолий, что у нас со сборной? Мы ждем. Мы ждем эту победу. Мы ждем золотые медали на чемпионате Европы. Ну, я не знаю, как все остальные, как руководство, но мне кажется, мы уже созрели. Ну, давно уже созрели. Нет, я просто не знаю, как будут люди выставлять цель сборных. При том, что они всегда делают и лигу, и расписание под сборную для того, чтобы им было удобно. То есть мы жертвуем лигой для того, чтобы сборная добивалась хороших результатов. Ну, вот я хотел бы увидеть, чтобы, во-первых, сборная, конечно, добилась хороших результатов. Ну, и чтобы цель правильно поставила руководство, да, ассоциации. Чтобы они сказали, вот для нас цель – это чемпионство, золото. И, соответственно, отвечала за свои, так сказать. Да, и чтобы не было, да, что когда у нас проваливается там Бразилия, Испания, Италия, нам не говорили, что второе место – это хорошо. Ну, да, когда эту Аргентину, грубо говоря, двумя годами раньше просто обыгрывали там 4-2 и так далее. Да, без особых затрат, скажем так. Ну, мы продолжаем наш разговор. Выяснилось, я не знаю, для кого-то недавно, для кого-то давно, что у мини-футбольного «Спартака» теперь тоже есть академия. Как и у «Спартака» футбольного. Так ли это? Обращаюсь я к вице-президенту Игорю Снежницкому. И где все это происходит? Действительно так. В этом году, еще в конце прошлого сезона мы задумались над этой идеей. В этом году мы ее запустили, слава богу. Довольно-таки тяжело удалось. Опять стоял как раз вопрос инфраструктурный. Я скажу всем радиослушателям. В нашей стране действительно мини-футбол очень популярен. На самом деле очень популярен. И в школах, и в институтах. Да и взрослые люди в том числе. Все играют в мини-футбол так или иначе. И мы посчитали возможным создать эту детскую школу для того, чтобы как минимум в нашем московском регионе появились кадры, из которых можно привлекать наши ряды или в ряды, возможно, других московских команд, футболистов. Сейчас такого даже кадрового резерва нет. Мы об этом задумались. Просто пустота, к сожалению. Почему пустота, Игорь? Есть программа мини-футбол школы. Есть программа мини-футбол вузы. А почему пустота? Ну, это не ко мне вопрос. Я понимаю. Я просто хочу понять. Программа есть. Она выполняется? Ну, вы, наверное, пригласите тех компетентных людей. Там и задайте вопрос. Нет, я приглашу компетентных людей. Они не придут. Потому что здесь им будут задавать неудобные вопросы. Им уже задают на пресс-конференциях. А потом людей выгоняют с работы. Наверное. Некоторых людей, да. Я про Григория Митина сейчас говорю. Был очень известный вопрос господину Андрееву. Причем вопрос по делу. И после этого Григорий Митин лишился своего места работы. Правда, сейчас приобрел другое. Но это не важно. Да. И тогда все журналисты выступили на стороне отстраненного своего товарища. Да. Но толку-то от этого. Ну, давайте вернемся к Академии Спартака. А мы будем говорить о наших делах. На данный момент мы запустили один филиал в Москве. Один в Люберцах. Один в Луховицах. В планах в ближайшее время у нас филиал в Нижнем Новгороде. Сейчас мы играем в Нижнем Новгороде в воскресенье. Пользуясь случаем. Филиал откроете. Да-да. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков. Мы играем в Фок Мещерский в 15.00. Добро пожаловать. И там состоится, в том числе после игры, автограф-сессия с нашими футболистами. Возвращаясь к вопросу, как мы задействуем. Как мы задействуем. И на самом деле у нас стоят очень амбициозные планы масштабироваться и открыть филиалы в крупных городах России. Потому что мы видим возможность это делать намного проще, нежели чем в Москве. Потому что Москва немного перенасыщена уже этими предложениями. Стало модным открывать школы по футболу, по мини-футболу, по разным видам спорта. Предложений много для детей. Времени не так много у детей. И денег не так много у родителей. И мы видим наши возможности в регионах, в крупных городах. Поэтому сейчас туда смотрим. Интересно. Интересно. А где в Москве? Как туда попасть? Насколько туда трудно и бесплатно попасть? Куда? В Академию Спартака. Мини-футбольного. Довольно-таки просто. На самом деле вся актуальная информация находится на нашем официальном сайте. Какой у вас адрес сайт? mfksm.ru Уже не просто. А то просто запомните. mfksm.ru Спасибо. Один находится в центре города на Серпуховской. Один находится в Люберцах. И вот один самый масштабный у нас проект находится сейчас в городе Луховица. На Луховице я про них знаю, что там огурцы выращивают. Там теперь выращивают молодых спартакских талантов. На тех же грядках? Хорошо. Замечательно. Просто действительно в Подмосковье открываются дворцы спорта, а в Москве нет. Это вопрос. Интересно. Откуда? Анатолий. Да. Насколько вы в свое время развивались? Насколько вы долго приходили в футбол? Вот сейчас подготовка юных футболистов. Ну не знаю. Про Академию Спартака говорить, наверное, еще рано. Она еще будет развиваться. Насколько сейчас изменилась подготовка юных футболистов, когда занимались вы? Ну сейчас, конечно, технологии идут вперед, и это способствует развитию и подготовке юных футболистов. Поэтому я думаю, что это все как раз есть в нашей программе, в программе Спартака по подготовке детей. Поэтому приходите, я думаю, что вам понравится, и, возможно, вы станете частью легенды. Кто тренерами работает в Академии Спартака? Да, просто это же тоже очень важный момент. Кто тренерами работает? Да. В том числе и действующие наши футболисты обучают детей. Это мастер-классы, я бы так назвал. Нет? Нет, нет, нет. Мы хотим, чтобы наши футболисты, вернее, тренеры детей, они были еще недавно, или как минимум сейчас, или недавно действующими футболистами. Это важно для того, чтобы вот та вот тренерская, их новая работа, она черпалась из вот того тренировочного процесса, который недавно ему еще только что их тренера команды преподавали. Поэтому, чтобы она была, чтобы и в том числе, и в том числе, чтобы связь между основной командой и подачей тренерского процесса у детей не прорвалась. Аптолий, видишь себя тренером, нет? Ну, возможно, возможно, но я еще пока об этом не думал, если честно говоря. Хорошо. Но это очень важно, да, на самом деле, хочу сказать, что когда связь тренеров с первой командой и со школами постоянно идут в контакте, то есть это очень дорогого стоит, и прогресс идет гораздо быстрее у детей. У вас такое было, когда вы росли? Видели кого-то из взрослых, который вот для вас мог быть примером или так далее? Ну, мне тяжело сказать, потому что я в 15 лет уже подписал профессиональный контракт, поэтому... И правда, и правда, тяжело. Ну, как с таким разговаривать? Он в 15 лет уже играл на высшем уровне. Да, поэтому как бы тяжело в этом плане ставить свою оценку, а так, в принципе, я думаю, что у этого проекта большое будущее. И еще раз хочу сказать, что очень здорово, когда дети могут зарекомендовать себя сначала в детской школе, потом, так сказать, проявить себя в фарм-клубе, в дубле и попасть в команду, в первую команду в топ-уровне, да. То есть именно вот эта иерархия, когда она выстраивается, у детей очень большая мотивация. Это классно, это здорово. Хорошо. Но у «Спартака» есть вторая команда? Да, появилась в этом сезоне. В этом сезоне какие задачи перед ней стоят? Как раз вот быть вот этой ступенькой между талантливой молодежью и основной командой, в том числе время игровое большое получают футболисты, играя. Он называется «Клуб «Спартака», он играет на чемпионате Москвы, заявлено на чемпионате Москвы. И здесь много получают времени игрового те футболисты, основной команды «Спартака», которые не получают этого времени в играх чемпионата России. И в том числе привлекается талантливая молодежь из рядов юниоров. Именно эта задача стоит перед фарм-клубом «Спартака». Но мы продолжим наш разговор с вице-президентом мини-футбольного «Спартака» Игорем Снежницким и футболистом-капитаном «Спартака» Анатолием Бодрядиновым совсем скоро. До начала программы гостиной Алексея Лебедева осталось 15 минут. А сейчас ТОП-спорт. В гостиной Алексея Лебедева сегодня четырехкратный чемпион Европы, чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев, борец-вольник. Но это будет через 15 минут. Сейчас новости спорта. Мария Терская в самое время. Я подхвачу, пожалуй, мини-футбольную тему и сообщу о том, что Глазовский прогресс нанес поражение Смоленскому «Автодору» в матче чемпионата России. Встреча проходила в Смоленске и завершилась со счетом 4-2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Роман Букин. Ну а в другом матче дня московский КПРХ в гостях с тем же счетом победил новосибирский «Сибиряк». Далее переходим к текущим результатам. В рамках Евролиги московский ЦСКА встречается с подмосковными «Химками». Уже здесь четвертая четверть и ЦСКА впереди 76-62. В параллельном матче «Анадолу Эфес» уступает греческому «Олимпиакосу» со счетом 41-45 и также четвертая четверть. Женская сборная России по водному полу победила команду Нидерландов во втором матче предварительного раунда Мировой Лиги. Эта встреча проходила в Астрахани. Завершилась она со счетом 9-6 в пользу россиянок. Ну а в матче первого тура предварительного раунда российская команда проиграла сборной Испании со счетом 8-9. И следующий матч наша команда проведет 30 января. Соперником будет сборная Венгрии. Сегодня в рамках континентальной хоккейной лиги состоялись всего два матча. Хоккеисты Череповецкая и Северстали уступили в овертайме китайскому Кунь-Луню. Эта встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу китайской команды и проходила она в Шанхае. Ну а Нижегородская торпеда на выезде обыграла Владивостокский Адмирал со счетом 2-0. И в заключение решение комиссии Международного Олимпийского комитета о пожизненном отстранении от Олимпиад российских лыжников Никита Крюкова, Александра Бессмертных и Натальи Матвеевой не стало неожиданностью. Так считает президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Вот что она сказала. Цитирую, ничего другого. Если честно, тут уже и не ожидали. Конечно же, по этим трем ребятам мы будем подавать апелляцию в спортивный арбитражный суд. Ну напомню, что сегодня было объявлено об отстранении лыжников, а также двух российских конькобежцев и российских хоккеистов. Хоккеисток, прошу прощения. Ну и в итоге МОК лишил нашу страну 13 наград Сочинской Олимпиады. Спасибо, Мария. Мы продолжаем разговор с вице-президентом мини-футбольного «Спартака» Игорем Снежницким и капитаном мини-футбольного «Спартака» Анатолием Бодридиновым. Ну, разговор у нас идет об Академии «Спартака», о второй команде. А вопрос опять к Игорю Снежницким. А вторая команда тренируется с первой? Нет. Нет, вторая команда не тренируется с первой. Почему? Потому что разный тренировочный процесс, разное, опять же, время, которое может нам дать спортивная инфраструктура. Если бы, повторюсь, если бы у нас был бы когда-нибудь свой зал, мы бы легче с этим вопросом бы срабатывались. В том числе было бы замечательно, если бы и года Академии также видели, как тренируется и основа, и вторая команда. Но об этом пока не то чтобы мечты. Это наша цель основная, к которой мы идем, и я надеюсь, мы ее достигнем. А сколько возрастов в Академии? Сейчас у нас те, которые выступают, один возраст. Что год? 2001-й. 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 А в тех филиалах, где мы открылись, там несколько возрастов, там формируются группы этих возрастные. Да, просто хотелось бы вас в том числе спросить, вот не у всех же футболистов получается, да? Вот, допустим, сейчас 2000-й год выпустился футболистов, да? Не все при деле. Допустим, в следующем году будет выпускаться 2001-й. Тоже не все окажутся там в каких-то клубах. А мини-футбольный клуб готов принимать таких игроков и переделать под мини-футбол? Или сейчас это невозможно? Может быть, в том числе, Толя, вопрос. Да нет, почему? Все зависит от игрока, от человека. То есть надо смотреть за ним, посмотреть, какой уровень у него. То есть я думаю, что нет ничего невозможного. Вот ближайший пример, который есть в нашей команде. У нас есть замечательный игрок, сейчас лидер по статистике, Роман Адамов. Футболист. Это не тот Роман Адамов, который играл за птицефабрику и отдавал в 2008 году пасхидинг. Футболист, который прошел футбольное образование в большом футболе во Владивостоке. И в начале сезона, когда он за нас начал играть, у него не все гладко получалось. Сейчас в каждой игре он феерит. Потрясающе он. И очень много отдает, и очень много забивает. Это как раз тот пример, где нужно немного времени, а самое главное старание и терпение от самого спортсмена, чтобы все получилось. То есть здесь в этом плане очень показательный пример Романа Адамова у нас. Спартак, насколько я понимаю, вообще уникальная команда в этом отношении. Вы каким-то образом, я не знаю, вот здесь с стороны тренера, вот это была подача или с вашей стороны. Я не знаю, но за Спартак играют даже болельщики, нет? Нет. А! Как нет? Нет, 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 здесь не очень правильная подача. Ну это провокационная подача, я бы сказал, да. Действующий футболист, профессиональный футболист, он является активным болельщиком. Да, даже двое у нас таких ребят. Рома и Леша, они страстные болельщики Спартака, но при этом они в первую очередь профессиональные футболисты. Нет, просто я их сначала видел, да, не в составе нефутбольного Спартака, а на фанатских турнирах. И только потом увидел в составе Спартака и был очень удивлен в этой ситуации. И это очень важно для клуба на самом деле, когда не только внутри администрации клуба, там может быть руководство и люди, которые помогают в существовании клуба, а и внутри команды есть люди, которые по себе знают, на себе несут. Вот это на самом деле тяжелое бремя, но при этом счастливое боление за этот великий спортивный бренд. — Анатолий, вот ты как к этому относишься? Я вот впервые с этим столкнулся. — Спартак — народная команда, можно сказать. Поэтому каждый имеет право играть. — И болеть за нее. — Это понятно, да. — Не, на самом деле про этих игроков можно сказать, что они играли и в суперлигии, и очень высокого уровня игроки, поэтому то, что они болеют за «Спартак» и играют в «Спартаке», мне кажется, им вдвое не повезло. — Ну, конечно, конечно. — Да. — Я хочу сказать, что и в целом у нас коллектив сейчас подобрался замечательно, и футболисты с большим удовольствием ходят и посещают и футбольные матчи, и хоккейные матчи. И даже вот я вот смотрю, иногда меня просили достать билеты на тот или иной хоккейный футбольный матч. Уже сами как-то организовали эти каналы. — Ну, есть кому. — Да-да-да. Каналы «Как доставать билеты» и на футбол, и на хоккей. Я через соцсети наблюдаю, ребята сами уже ходят, то есть они влюблены в целом в «Спартак». Ну, молодцы. Я только радуюсь этому. — Ну, понятно. Понятно, но просто я хотел бы узнать, да, вот вы когда вместе собираетесь идти там на футбол, на хоккей, это давление сверху или это действительно идет из команды? — Из команды, безусловно. А смысл? Смысл? Насильно мил не будешь. — Ну, понятно, не будешь. Но просто насколько это надо тогда? — Надо что? — Надо команде вот самой, мини-футбольной, ходить на... Это к Анатолию вопрос. На хоккей, на футбол. — А нет никакой общекомандной... — Это же как бы культурное мероприятие. — Конечно, это не общекомандное мероприятие, то есть никто никого не заставляет. Ребят, есть возможность пойти на футбол, на хоккей, на ганбол. Хотите пойти? Ну, конечно, пойдем. — Приятно, когда все организовано в этом плане, да, и ты можешь скоротать вечер, пойти, взять ребенка и пойти на какое-то спортивное мероприятие. Это здорово. Если есть такая возможность, то очень классно. — Ну, хорошо. Да. Чего мы еще сегодня не сказали? Чего бы хотелось? — Хотелось бы поздравить. В наступающем Новом Годе. — Да это понятно. — Все странно. — Это вы еще успеете сделать. А вы для этого пришли, да? — Нет. Мы пришли на нашу любимую радиостанцию. — И это прекрасно. Это приятно, да. Всегда приятно видеть наш баннер на матчах. Баннер Спорт.ФМ. Ну, это хорошо. Но просто давайте все-таки усним для себя еще некоторые вопросы, да? Какие еще, может быть, задачи ближайшие стоят перед мини-футбольным Спартаком? Может быть, в далеком будущем? — Важнейшая задача для нас сейчас стоит накопить силы, ресурсы, чтобы, наконец, порадовать болельщиков и вывести команду на тот уровень, на котором он должен быть. Вторая очень важная задача — достойно развить этот проект мини-футбольной академии Спартак. Действительно, очень хочется масштабироваться, хочется выйти в регионы с этим проектом. И очень хотелось бы, чтобы заработала в этом вертикале, о котором мы сказали, главная команда, фарм-клуб и академия «Дети». И вот когда вот этот процесс будет выстроен, хотелось бы до системы, до автоматизма, то и дела пойдут легче, правда легче. И они пойдут, и в том числе и финансово легче. И инвесторы увидят, что это не просто как бы очень дорогая игрушка, да, такая немножко даже тщеславная может быть, а это хороший бизнес-проект, это очень интересный бизнес-проект. — Бизнес? — Да, безусловно. — Мини-футболь можно зарабатывать? — Для инвесторов это возможно делать, безусловно, потому что даже в проекте мини-футбольной академии при правильном развитии это довольно-таки существенные средства для пополнения и клубного бюджета, и компенсации расходов инвесторов. Это серьезный бизнес, почему нет? — Интересно, интересно, я удивлен. — А чего удивляться? — Потому что у нас футбольные клубы не зарабатывают. — Ну, смотрите, смотря какой стороны подходить к этому вопросу. Если подходить к вопросу бизнеса сначала расхода, а потом доходы, ну, наверное, да. А если тратить деньги, исходя из доходов клуба, ну, если пойти по такому принципу, ну, наверное, это будет правильнее и честнее в отношении к себе, как минимум. — Ну, и еще у меня один вопрос к Анатолию. А видел ли он когда-нибудь руководителя клуба, который вместе с фанатами на трибунах поет, что-то скандирует? — На самом деле нет. — А я видел. — Очень приятно. — Это Игорь Снежницкий. — Да, это я тоже уже видел. — Который у нас сегодня в гостях. — Ну что ж, спасибо вам, что пришли. — Спасибо вам большое, что пришли. — Да, теперь можете поздравлять с Новым годом, собственно. — Давай, Толя. — Да, хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, ну, это прежде всего удачи, процветания. Ну и хотел бы всех попросить, кто радеет за нашу команду, приходите на матчи, а мы с нашей стороны будем дарить вам этот праздник. Спасибо. — Игорь Снежницкий. — С наступающим Новым годом, дорогие друзья. Я хочу, чтобы вы этот замечательный праздник провели в кругу семьи, чтобы вокруг вас были улыбки, вокруг вас строилось счастье, чтобы вы все были здоровы и богаты. — И богаты. — На этом программа ТОП-спорт заканчивает свою работу. Дальше гостина Алексея Лебедева. Всем до свидания. Новый год, он как КХЛ. Праздник семейный. С Новым годом, Спорт-ФМ. С Новым годом, Спорт-ФМ. С Новым годом, Спорт-ФМ. It's always T's, 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 T's. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me up your back, Well, come on and let me know. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неймар стоит 222 миллиона. Москва доступнее. 22 часа. В студии Александр Лапшин. Здравствуйте. Главная тема к этому моменту. Против Северной Кореи ввели новые международные санкции. Российские ученые раскритиковали директора ФСБ. Демченко пожизненно отстал.